Предположение об искушении его дьяволом. Иисус не поддался тогда этим искушениям и пошел к своей цели тем путем, который привел его теперь к страшной развязке, к мучительной смерти. Понятно, что в таком положении Иисуса дьявол опять должен был выступить со своими искушениями. Евангелисты ничего не говорят об искушении в Гефсиманском саду, они молчат, но не потому, что искушения этого не было, а потому только, что о нем они не знали и не могли знать. О первом искушении в пустыне они могли узнать только от самого Иисуса Христа, так как свидетелей искушения не было. Теперь же они и от самого Господа не могли узнать ничего об искушении, потому что вслед за тем он был взят под стражу и уже не виделся со своими апостолами наедине. Вот почему евангелисты ничего не говорят о том, явился ли дьявол со своими искушениями в Гефсиманский сад или же не являлся. Этого никто не знает, и если мы говорим об этом, то лишь предполагая, что дьявол перестал бы быть дьяволом, если бы не попытался возобновить свои искушения в такую скорбную для Христа минуту. В чем именно состояли теперь искушения духа зла, мы не знаем, но можем с некоторой вероятностью делать основательные предположения. Иисус Христа Следовательно, искушения дьявола должны были быть направлены в другую сторону. Он должен был напомнить Иисусу Христу о тех предложениях, которые делал ему в пустыне, искушая царствами мира сего. Он мог указать ему на неблагодарность, а благодетельствованного им народа и на предстоящую смертной кресте. Он мог вновь повторить то искушение, которое было уже отвергнуто Христом. Он мог обратиться к Иисусу примерно с такой речью. Помнишь ли, как три с половиной года назад я предлагал тебе явиться народу еврейскому в блеске земного величия и подчинить своей власти весь мир? Помнишь ли, как я уверял тебя, что именно такого воинственного мессию и ждут евреи? Помнишь ли, как я отвращал тебя от того пути, которым ты хотел идти к своей цели? Как я предсказывал тебе, что это путь страданий и позорной смерти? Ты не поверил мне тогда. Ты думал, что я желаю тебе зла. И что же, к чему привел тебя избранный тобой путь? К полной неудаче. Народ, сначала увлекавшийся твоими чудесами и не упускавший случая, извлечь из них осязательную для себя выгоду. Отвернулся от тебя, как только узнал, как только убедился, что ты не тот мессия, какого он ждет. Начальники народные приговорили тебя к смерти, как лже-мессию, и уже послали отряд воинов взять тебя для исполнения приговора. Ты утешал себя тем, что, по крайней мере, двенадцать избранных тобой апостолов верны тебе до конца. Но так ли это? Один из них продал тебя за тридцать сребреников, А остальные, посмотри, беспечно спят в такую ужасную минуту твоей жизни. Да и те, кто знает, не бросят ли тебя, не разбегутся ли, как только тебя возьмут под стражу. И что же дальше ожидает тебя? Оставленного всеми поведут тебя на казнь. И некому будет заступиться за тебя. И распнут тебя, и в страшных мучениях ты умрешь. Но подумай, такой ли участи заслуживаешь ты, царь Израилев? Ведь народ не признал тебя своим мессией и отвернулся от тебя, только потому, что ты не принял предложенной тебе царской власти. Прими ее, и народ с восторгом опять встретит тебя, царя Израилева, и пойдет за тобой покорно, куда бы ты ни повел его. Яви же себя народу во всем величии страстно ожидаемого ими мессии. Уйдем, уйдем отсюда. Иди за мной, и я ручаюсь тебе, что мы победим мир, конечно, не твоей кротостью и самоотверженной любовью, которых мир ни понять, ни вместить не может, а силой, оружием мира сего, силой испытанной, непобедимой. Решайся же, спеши, уйди, предатель приближается. Победа Иисуса над Искусителем Если только искушение было, то отвергнуто, конечно, Иисусом так же спокойно и величественно, как и искушение в пустыне. Там Он сказал ему «Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи» от Матфея 4, 10. Ту же покорность воли Божией Он, несомненно, проявил и здесь. Дьявол удалился, но изображенная им картина пути, пройденного уже и еще предстоящего впереди, предстала пред Иисусом во всей своей ужасной действительности. Да, вот она, та чаша нравственных терзаний, какая представилась теперь взору божественного страдальца. Было от чего содрогнуться, было от чего впасть в смертельную тоску. Не страх физической боли предстоящих мук обуяло Иисуса. Нет, не этот страх терзал теперь Его душу, не предстоящими муками и истязаниями тела была наполнена стоявшая пред Ним чаша страданий. Да и что значат эти страдания тела в сравнении с теми душевными муками, какие испытывал теперь Христос, оглядываясь на пройденный им путь? Субтитры создавал DimaTorzok